МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу шесть патрульных автомобилей одновременно каждую ночь дежурят на всем протяжении проспекта Ленина. Раньше их было два. Вдобавок, для борьбы с ночными хулиганами на помощь должны прийти комплексы Арена. Их установят завтра. Кстати, самые распространенные нарушения на Ленинском, по словам правоохранителя, это проезд на Красный и несоблюдение скоростного режима. Правда, за пару дней работы, добавляют сотрудники, удалось стабилизировать обстановку на дороге. Между тем, тотальная проверка предполагает не только остановку нарушителей ПДД, но и всех без исключения машин. Основная задача для того, чтобы контролировать безопасность, для того, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения, для того, чтобы выявлять водителей, которые находятся у нас в состоянии опьянения. Потому что самые у нас, как вы знаете, серьезные аварии с водителями, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного либо иного опьянения. Высокопоставленный сотрудник полиции Барнаула занимался тем, что незаконно прослушивал телефонные разговоры местного предпринимателя. Всю информацию правоохранитель передавал заинтересованным лицам. Сейчас ему предъявлено обвинение. По версии следствия, в августе этого года начальник отдела полиции, вопреки запретам действующего законодательства, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, не имея соответствующего решения суда, незаконно получил сведения о телефонных соединениях абонентских номеров местного предпринимателя. Подробности громкой истории раскрыли краевые следователи. Именно специалисты этого ведомства занимаются расследованием уголовного дела. Игорь Варнавских, а именно так зовут обвиняемого, занимал должность начальника отдела полиции индустриального района Барнаула. Пользуясь служебным положением, мужчина вел прослушку нескольких зданий. Преступление раскрыли оперативники регионального ФСБ. Сейчас Варнавских арестован. В его доме был проведен обыск. Сегодня в Барнауле проходит 25-я сессия Краевого законодательного собрания. Всего депутаты планируют рассмотреть 28 вопросов. Помимо проекта бюджета, Края на 2019 год, который внесен на рассмотрение народные избранники, в очередной раз обсудят вопросы тишины и покоя в населенных пунктах. Нынешнее законодательство позволяет шуметь не ближе, чем в 50 метрах от домов и социальных учреждений. Поправки парламентариев могут значительно расширить эту зону. Дополнить перечень планируют автостоянками, улицами и площадями. Еще один важный вопрос законопроекта внесения изменений в закон о статусе дети войны. Если изменения будут приняты, то данная категория граждан сможет получать от государства по 400 рублей в рамках материальной поддержки. Подробнее в нашем ближайшем выпуске. Екатерина Рождественская передала на Алтай старинные вещи своей семьи, в их числе проигрыватель 60-х годов, старинный телефон, дорожный чемодан Роберта Рождественского и много других предметов, которые сегодня были переданы в Дар Музею Истории, Литературы, Искусства и Культуры Алтая. Первыми частичку домашнего быта рождественских увидели алтайские журналисты подробнее в вечернем выпуске. А накануне жители краевой столицы могли послушать вальсы и полонезы русских композиторов. Московский государственный академический симфонический оркестр в честь своего 85-летия в рамках юбилейного тура выступил в краевой филармонии. Художественные руководители, главные дирижеры оркестра Павел Коган в Барнауле. Московские музыканты выступали в полном составе. Всего за месяц они планируют посетить 21 город. Кстати, к столь масштабному туру готовились три года. Финансовую поддержку проекту оказывает Министерство культуры России. По словам Павла Когана, именно благодаря этому барнаульцы получили возможность послушать лучшие танцевальные миниатюры Глинки, Рубинштейна, Чайковского и других композиторов. Концерт практически ничем не отличался от тех, которые музыканты дают в стенах московских консерваторий. Мы и базируемся в Москве и выступаем для московских слушателей. Это наша основная работа. Но, тем не менее, сейчас у всех есть возможности. Телевидение здесь играет большую роль. И, конечно же, интернет. Поэтому слушатели, кто любит классическую музыку, кто интересуется, знают оркестр. И настоящие любители приходят на концерты оркестра уже в городах, где мы бываем, представляя, на кого они идут, что они, какого уровня они услышат исполнение. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Фиталакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки «Фиталакс» не требуют запивания. «Фиталакс» от «Эвалар» – выбор миллионов покупателей. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту «Джиэмпи». На большей территории края ясно и без осадков в Бийске. Рубцовский – до 8 тепла, в Белокурихе – до 10 выше 0. В Барнауле тоже ясно. Юго-западный паривистый ветер и до 8 со знаком «плюс». Напоминаю, телефон редакции Барнауле – 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова